Микс Ньюз Утро на Болткоме Мы продолжаем Утро на Болткоме. В гостях у нас певец, тэнер Артём Сафронов. Доброе утро. Доброе утро. Вы также являетесь участником концерта Summertime Preludia, который организовывает Инна Сагаланта 4 июля. Эта прелюдия состоится в Калнцовском квартале. Вход бесплатный. Расскажите нам, что там будет. Ну, это концерт в преддверии большого фестиваля Summertime, который состоится в августе. И это такая прелюдия, как бы вводный концерт для того, чтобы слушателей познакомить с новыми участниками, с прекрасной музыкой. Какого плана это будет? То есть, это будут кусочки, которые потом зрители могут увидеть на фестивале, или это просто такой разогрев? Ну, я думаю, что это вполне себе отдельный концерт со своей собственной программой. И, возможно, будут какие-то номера повторяться, но это нужно спрашивать у организаторов точнее. Как вы встретились с Инна Сагаланта, с организаторами концерта, возможно, с Дианой Галанта, которая курирует часть концертов тоже? Как ваша встреча и вот этот творческий тандем, если можно его так назвать? Наш творческий тандем случился в ноябре месяце. Это был концерт Инна Сагаланта в Лепэе. Так получилось, что я заменил одного тенора, и мы с ней познакомились и спели вместе в Лелайс Динтерс. Удачно заменили, да. Так получилось. А вот вы к нам пришли, я говорю, споете, а вы говорите, конечно, нет. Почему? Ну, потому что утро, и я прилетел пять часов назад. А вам нужно распеться, вот это горло прополоскать коньяком, яйцо сырое съесть, как это происходит? Никакого коньяка, никакого вина. То есть вы так ходите по помещению, ну-ну-ну-ну, вот это, да? Все как в кино. Ну, в кино это немножко вычурно, но у каждого певца свои какие-то... А сколько вам нужно времени, чтобы вот войти в голос? Ну, это зависит, в каком режиме сейчас. Если это рабочий режим, и каждый день поешь, то пять-десять минут. То есть я считаю, что к концу нашего интервью вы все-таки споете, да? Ну, давайте мы споем все-таки четвертого числа. Ну, вот, еще и скромные. Вы говорите, что разогреться надо, это то, что услышит любой человек, что вы не разогреты, что у вас голос не разогрет. Если вот вы прям сходно... Я думаю, что это просто лично, для личного комфорта, скажем так. А вот про коньяк, правда, что неправда? Или есть певцы, которые действительно разогревают связки? Нет, я сказал Артем и глотнул коньяка, да? Ну, расскажите нам, пожалуйста. Нет, на самом деле все мы люди и у каждого организма индивидуальные. Для кого-то подходит пиво, даже горячее. Это вообще про себя? Нет. А вам что подходит? Горячее пиво? Горячее пиво, оно помогает восстановить голос после большой нагрузки. То есть, а это касается только певцов, или мы тоже можем так лечиться? Просто на всякий случай спрашиваю. Я думаю, что... Пока цены не подняли. Я думаю, что все нужно пробовать экспериментально. Где-то нервно засмеялся наш предыдущий гость доктор. Так а для вас что? Для меня хороший сон. То есть, это как бы не про сегодня история, я так понимаю, да? Ну, наверное, нет. Как подбирается репертуар для того, что мы услышим 4-го числа? Ну, во-первых, самое главное – это площадка и предполагаемый зритель, который на ней будет. И в соответствии с этим, если это какой-то концертный зал серьезный, то, соответственно, репертуар, он делается более с классической точки зрения. А мы серьезный концертный зал? Ваше радио или Кантомский квартал? Или вот Карнеги к холтам – это серьезный концертный зал, а мы так, по фану. Нет, почему? Вообще, репертуар будет серьезный, но он будет приближен более к такому, как бы, ну, более популярный, скажем так. А вы сами адаптируете или вы берете что-то уже адаптированное и, ну, по этой музыке следуете ей? Или вы можете взять что-то классическое и адаптировать под современные звучания? Ну, во-первых, у нас будет совершенно классический концерт, это будет фортепиано и голос, и музыкальный инструмент, я так понимаю. Дело в том, что по опыту есть определенные произведения, которые зритель воспринимает, тем более в такой достаточно расслабленной обстановке, как open air, воспринимают более положительно, нежели какие-то серьезные арии, серьезные дуэты, которые исполняются в оперных галах. Да, но нет ли, скажем, как публика реагирует на выступление, да, то есть одно дело мы пришли в оперу, и мы готовы, еще и заплатили, поэтому готовы вдвойне, и когда концерт бесплатный. Вот не обесценивается ли выступление артиста и певца, если, например, все вот придут и начнут там есть, пить, потому что, ну, поют там что-то. Нет такого опасения? Ну, просто интересно. Ну, опасения, наверное, всегда есть, соответственно, наверное, и поэтому репертуар выбирается такой, который более подходящий, но мы надеемся на свой профессионализм, на свою харизму и на свои голоса для того, чтобы люди восприняли это максимально положительно, насколько это возможно. А что значит вот это вот, скажем, серьезный репертуар, но более популярный? Это примерно как Басков пел или круче все-таки? Ну, возможно, возможно, Басков пел какие-то вещи, которые мы будем исполнять, это вполне возможно, потому что это классические неаполитанские песни, например. Потом это, например, арии и дуэты из классических оперет. Поэтому, ну... А как долго будет длиться концерт? Какая у него длительность? Концерт будет в двух частях. Я думаю, что 40-40 минут. Да, что-то такое. Вообще классическая музыка, фортепиано, open air, ну, наверное, не очень вяжется. Обычно open air – это какого-то другого плана музыка, все расслаблены, да, там действительно выпивают, едят, и такая фестивальная атмосфера. Тут все-таки классика. Вы в таких мероприятиях участвовали, что это open air, и вот такая открытая площадка, свежий воздух, надеемся, что теплый. Да, и без осадков. Да, был опыт участия в таких концертах. У меня был один концерт в Казани, который состоял из оперет, из арии, из дуэтов, полностью, без неполитанских песен. И это был день города, и было очень холодно, но при этом в районе 10 тысяч человек присутствовало, и это было, это прошло на ура. Ну, вы должны понимать, да, что в Каунсе мы не будем такого количества людей, чтобы не поместиться просто. Это прекрасно. Это будет камерная такая мероприятия. Это будет более камерная история. А вам нужно как-то, извини, пожалуйста, пытаться вопрос задать, мне очень интересно, вам надо как-то какой-то саундчек сделать, допустим, и он отличается от того, что вы делаете в концертном зале закрытом, просто потому что это открытое пространство, там по-другому звучит звук, там надо по-другому приложить усилия, и, может быть, больше этих усилий. Как-то вы отдельно к этому готовитесь? Ну, конечно, это технический момент, потому что на открытом воздухе, на площадке, которая не предназначена, обязательно должна быть подзвучка, для того, чтобы все пришедшие не услышали то, что происходит на сцене. Потому что на Калсомском квартале, кроме того, что есть общая площадь, есть еще много закуточков, где можно прекрасно провести время и при этом замечательно послушать. А вы там были уже, да? Конечно, я рижанин. А что публика вообще, ну вот обычно, как я уже говорила, на таких более фестивальных концертах публика может пританцовывать, что-то как-то, ну вот... Как она здесь должна быть, да? Да, как здесь, присесть вроде негде, надо стоять, при этом как-то воспринимать классику. Бальсировать не умеем уже, да? Ну, я думаю, что нужно импровизировать, и если пританцовывать, то пританцовывать. Хорошо, вы будете выступать в миноре или в мажоре? Вот какие слова злые. Мы выступаем всегда в мажоре. В мажоре? Конечно. Вот так, все выступает в мажоре, все будет в ажуре. Мы все поняли, танцевать можно будет. Конечно. А есть какой-то план Б? Все-таки это под открытым небом, в наших погодных условиях это достаточно рискованно. То, что у нас написано в технической части, что у сцены есть крыша. Следовательно, концерт состоится в любом случае. Но у крыши есть и у исполнителей, а у зрителей крыши не будет. У них есть зонтики? У них есть зонтики. На самом деле, очень часто, если это большие фестивали, организаторы стараются подготовить вплоть до дождевиков. У нас один был оперный спектакль. И на каждом сидении, на каждом месте, это была платная история, но был такой шарик, в котором внутри был заключен дождевик. И все это дело понадобилось, потому что налетел какой-то ураган, и был дождь, был холод, но при этом никто не ушел, и все... Ну, потому что платные мероприятия. Они уже заплатили. И это было достаточно далеко. Как вы оцениваете и, допустим, предполагаете, будет много людей, не очень много людей? Какие это будут люди? Какая вообще публика придет? Ваша целевая аудитория в этом мероприятии? Целевая аудитория – все welcome, как говорится. Потому что Калсимский квартал, я думаю, что именно у самого квартала есть своя аудитория. И как минимум половина этих людей, я думаю, что будут именно аудиторией этого квартала, а остальные – ценители творчества Инаси Галланта и ее вкуса. И напоминаем, что это бесплатное мероприятие. Это бесплатное мероприятие. Вы упомянули, что вы действительно жили, учились в Риге, но какое-то достаточно продолжительное время обучались и в России, в том числе. Насколько вы думаете, вы на сегодняшний день чувствуете рижского прибалтийского зрителя? Знаемо, что многие исполнители говорят, что они другие. И после той же России по-другому реагируют на музыку, на исполнителей. Не значит хуже, но менее эмоционально, например. Ну, в каждой стране свой зритель, у каждого зрителя есть свои предпочтения, свои привычки. Вы уже их изучили? Ну, они развиваются с каждым днем, поэтому все, что от нас зависит, это отдать максимальное свое состояние и свою душу для того, чтобы зритель это почувствовал. Вот обычный исполнитель, там стоит с микрофоном, у которого или там фонограмма, или группа, они могут быстренько переориентироваться, если они видят, что что-то вот сегодня танцевальное настроение у зрителя, они больше в эту сторону. Если они видят, что не танцуют, а хотят там лирическое какое-то, они могут в эту сторону идти. Насколько вы можете как-то вот по ходу концерта поменять что-то или все-таки у вас все по сценарию должно быть? Ну, я думаю, что в каких-либо других концертах это возможно, но в этом концерте это будет достаточно разнообразный репертуар, и если у зрителя будет настроение более танцевальное, возможно, через несколько номеров он услышит то, что он хотел услышать. Появится возможность. Да, появится возможность. А вот бывает, что вы забываете слова? Бывает. А что тогда делать? Повторяете предыдущий куплет? Ну, как говорится, нужно петь домашний адрес. Серьезно, по-итальянски, да? Ну, только по-итальянски, да. А можно проверить, слушают вас или нет? Да, конечно. Но нет, действительно, вот есть ли какая-то фобия, что вы ходите на сцену и думаете, вот я сегодня буду исполнять там 10 произведений, и в принципе, почему бы их случайно там не перепутать, не забывать? Бывает, знаете, клин, вот забыл. В этом и есть прелесть. Домашнего адреса, да? Именно не домашнего адреса, а именно выступление, которое идет лайв, когда мы поем вживую, без участия, не фонограммы, как минус фонограммы играет музыкант, пианист. И мы поем вживую, поэтому, да, бывают случаи, но... Импровизация наша, все, да? Импровизация, жизнь, да, она продолжается, нужно реагировать по обстоятельствам. Чтобы реагировать по обстоятельствам, надо, чтобы был вот этот контакт, наверное, у музыканта с аккомпанементом. Аккомпанементом, да, конечно. Это всегда знакомый вам человек, с которым вы общались, которого вы чувствуете, или вы можете вот так вот как-то почувствовать друг друга и с человеком, с которым вы там первый раз, например, концерт играете? Ну, в любом случае, все, кто выйдут на эту сцену, будут большими профессионалами. Плюс у нас, конечно же, проходят репетиции до концерта, мы договариваемся о каких-то моментах музыканских, и поэтому... А вот, когда вы исполняете произведение, вы же внимательно слушаете музыку, да, вы же слышите, как вам аккомпанируют и так далее. Насколько тяжело переключить, ну, скажем так, такое двойственное внимание, ведь вы должны себя слушать, исполнять свои композиции, и при этом еще слышать, что играют, а вдруг там сфальшивили или что-то другое начали играть, да? То есть, как это происходит? И при этом не забыть слова, и при этом, если это... То есть, у вас на сцене биполярное расстройство такое небольшое, да? Да, абсолютно, и при этом, если это оперный спектакль, надо не забыть... Рукой взмахнуть, да? В какой мизансцене ты находишься, и посмотреть на дирижера, и услышать оркестр, и услышать нужную фразу партнера. Лилу-мультипас просто. Ну, что делать? Не, ну, правда, этому сложно научиться? Это такие годы-годы тренировки, или это просто люди, которые способны так делать, и это просто, ну, ваше личное... Умение. Я думаю, что это какой-то талант, плюс... Сказал Артём, он поправил прическу, так? Плюс очень-очень много работы над собой. И, конечно, еще именно ГНЕСиных... Это не училище, это академия. Академия, да. Да, потом аспирантура консерватории, великий, уже, к сожалению, ушедший из РАПС, от Килава, педагог. Ну, да, 7 лет опыта в театре в Москве, ну, да, будем стараться что-то... Сделать круто. Что-то спеть. Ну, нет, ну, как же стараться что-то спеть? Стараться сделать круто, правильно? Хорошо. Вы же умеете делать круто? Умею. Ну, вот. Вы сказали, что в ноябре только вы познакомились с Инесса Галланд и... Лично, я так понимаю. Лично. Да, и у вас вот этот творческий кандем случился в будущем. Вы обсуждали планы на будущее? Ведь мы знаем, что расписывают... Там, расписание есть уже там на полгода, на год, резервируют время. На 2-3 даже есть. Брегович, он за 2 года был. Ну, то... Брегович. Ну, все равно. Ну, то есть, заранее. Да, как-то вы договариваете? Ну, мы пока плывем по течению и договариваемся о близлежащих каких-то возможных концертах. Инициативы от вас исходят? Вы тоже можете предложить? Вообще, не только вы, а любой исполнитель может прийти и сказать, вот я бы хотел, может быть, вас заинтересует? Или все-таки это от организаторов обычно инициативы исходят? В основном, наверное, от организаторов, потому что это очень много технических вопросов, которые не все певцы готовы взять на себя. Есть певцы, которые сами организовывают, сами крутятся, заорганизовывают концерты, подбирают возможных участников, возможный репертуар. Есть фонды, организаторы профессиональные, которые занимаются этим делом. И я считаю, так должно быть, что профессионалы должны заниматься своей частью, а музыканты должны заниматься своей частью. Относительно этого концерта, насколько ваш голос был слышен, вы составляли вот эту программу? Или все-таки вам что-то предложили, и вы согласились, какие-то там маленькие, возможно, изменения внесли? Ну, поскольку, если мы говорим о сольных номерах, конечно же, я предложил какие-то свои варианты. А если мы говорим о дуэтной части, то, опять же, мы обсудили и пришли к выбору каких-то красивых номеров. Любимая ваша песня, можно так назвать, произведение, которое вы будете исполнять 4-го числа? Да, можно сказать, которое вы прям ждете этого дня, этого вечера, чтобы... А когда они исполняются, напеваете? Ну, я буду начинать с этого произведения, во-первых, для того, чтобы самому комфортнее себя чувствовать, потому что я люблю. Это неаполитанская песня, композитор Чезаро Биксио, и называется она «Парламидамори Марию». «Говори мне о любви» по-русски перевод, а вообще поговори со мной о любви, Марию. Ну, вот такой вот анонс, мне кажется, что заинтриговали. В любом случае, или на YouTube сейчас все зашли, пошли послушать, чем же будет открыт этот концерт. Прелюдия фестиваля «Саммертайм» 4-го июля в концертном зале... В концертном зале... В концертном зале... В концертном квартале. На сцене концертном квартале бесплатно приходите и слушайте. В 7 часов вечера, да. Смотрите. Надеемся, что дождь не помешает вашим планам, так что удачи вам в любом случае. Спасибо. Вам также удачи. Спасибо.